Не платишь алименты, отправляйся за решетку. С этим посылом в рейд вышли сотрудники службы судебных приставов. У них несколько адресов недобропорядочных отцов-должников, которые уже были привлечены к административной ответственности, а значит находятся на пороге реального срока. В этой квартире живет горе-папаша, который должен ребенку больше 400 тысяч рублей. Мужчина не работает и не хочет. Сейчас судебный пристав вам вручат направление в ЦЗН, куда вы можете обратиться и встать в качестве ищущего работу, либо в качестве безработного с получением пособий. С этого пособия у вас могут удерживаться алименты. А также напоминаем, что в случае официального трудоустройства вы в трехдневный срок обязаны сообщить судебному приставу о своем трудоустройстве. Когда из зарплаты вычесть нельзя, приставы арестовывают имущество. Телевизоры, телефоны, бытовую технику. Вырученные от реализации средства идут в счет погашения. Если алименщик нетрудоустраивается, его долги растут очень быстро. Этот мужчина, судя по предметам интерьера в квартире, своего ребенка любит. Фото дочери повсюду, ее же игрушки. Правда, он не платит. Суд уже назначил ему исправительные работы. Мужчина их не посещал, поэтому поехал в колонию-поселение на 70 дней. Недавно вот вышел. Я сейчас делаю инвалидность. А у вас по какой причине инвалидность? У меня с двойной правой ноги. Двойной правой ноги. Когда вы планируете обратиться за инвалидностью? Я уже делаю. А, делаете, да? А когда освободились? 1 февраля. 1 февраля, да. Где сидели? В Кухме. Если он и дальше не будет платить, поедет в зону еще раз. Количество уголовных сроков за неуплату алиментов не ограничено. Третий наш должник, он совсем недавно привлечен к административной ответственности. Тоже мы его приехали предупредить, что в дальнейшем будет уголовный, чтобы как-то простимулировать и заставить его приступить к выплате алиментов. Имущество. У него был арестован телефон судебным приставом исполнителям. Он написал заявление о самореализации. И вот сейчас сказал, что он оплатил. Эту сумму, тысячу рублей, за этот арестованный телефон и вызвал судебный пристав, чтобы предоставить копию квитанции об оплате. Этот папочка должен ребенку чуть больше ста тысяч. Платить старается, выходит нерегулярно. Вы недавно были привлечены к административной ответственности. Что у нас с оплатой алиментов? Стараемся. Стараемся. Что, произвели какую-то выплату? Да. Когда заплатили? Вчера? Да. Каким образом вы оплатили алименты? Через Бирбанк. Через Бирбанк? Так. Копию квитанции сможете предоставить? Когда придете к приставу? Как вызову, так сразу придете. Давайте сегодня. Средства на погашение долга по алиментам вычитают и из зарплаты, и из пенсии, и способия по инвалидности, и способия по безработице. Все варианты для отцов. Правда, не платят они все равно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова. Вы знаете, какая ваша сумма задолженности?